Музыка В общем, все сегодня хорошо начиналось с утра. Мы выезжали из Праги, было солнце, ничего не предвещало вот такого пасмурного дня, как вдруг, вуаля, отъехали 30 километров от Праги и серым-серой здесь. Приехали мы в город, очень красивый город, исторически ценный для Чехии. Называется он Мелник, но к мельнице и к мельнику, к старой мельнице крутится версия, это не имеет никакого отношения. А вот к мелу имеет, потому что назван он в честь меловых пород, холма из меловых пород, на которой этот город и расположен. А еще этот город известен как город брошенных королев. В общем, сейчас все расскажем и покажем. Но, да, сказала-сказала-сказала, а главное-то я и забыла. Именно в этом городе, очень романтически сейчас скажу, целуются две реки, Волтава и Эльба, потому что они здесь встречаются. В общем, очень красивое место. Сейчас туда подойдем. Центральная площадь города. Ну, людей очень мало, конечно. Летом, наверное, здесь больше народа. Первое поселение в этой местности возникло в IX веке. Тогда же появилась и первая крепость. Согласно легенде, крепость, возведенная над слиянием рек на холме, покрытым виноградниками, первоначально называлась Пшов. Крепость Пшов была построена из дерева, но уже в X столетии деревянную крепость сменил каменный замок. А в середине XVIII столетия владелица замка Мельник сочеталась с браком с Антонином Лобковицем. С тех пор замок принадлежит роду Лобковицев. Последний прямой потомок старинного рода Иржи Кристиан фон Лобковиц, страстный спортсмен и известный автогонщик, трагически погиб в 1932 году во время гонок, проводившихся в Берлине. Во время Второй мировой войны замок Мельник находился под управлением нацистов. А семья Лобковицев вынуждена переехала в Прагу. А после войны и вовсе вынуждена была эмигрировать из страны, а все их имущество было национализировано государством. Но в конце XX века, благодаря закону о реституции, Иржи фон Лобковиц, наследник рода, получил фамильное имение обратно. Конечно же, граф Лобковиц занялся восстановлением и реконструкцией замка. А также восстановил винодельню, история которой насчитывает уже много столетий. В настоящее время владелец замка граф Иржи фон Лобковиц вместе со своей семьей живет в левом крыле замка Мельник. Остальная часть замка отведена под экскурсии. Кстати, о виноделии. В XIV столетии король Карл IV объявил Мельник королевским городом и стал основателем традиции виноградарства и виноделия в этом регионе, привезя из Бургундии лозы знаменитого бургундского винограда. Сегодня в Мельнике производятся одни из самых популярных чешских вин – Людмила и Шато Мельник. Кстати, вино выпускается графом Лобковиц в очень ограниченных количествах. Его можно купить либо в замке, либо в парочке ресторанов города Мельник. Ну и вот это место, где встречаются две реки. Одна называется Лабе по-чешски, то есть Эльба, а вторая называется Вултава. И вот они встречаются и втекают, собираются в одну реку под названием Эльба. Вот. Здесь встречается Эльба с Вултавой. Вот они здесь. Это впереди канал какой-то. Ну и вот там встреча двух рек. Перед нами уже они превращаются в Эльбу. Вот и как здесь видно, Вултава здесь шире, чем Эльба. Эльба кажется такой маленькой, широкая, ну как широкая, сравнительно широкая Вултава на фоне Эльбы. И вот они встречаются вместе и уже Эльба. Вултава превращается тоже в Эльбу. Можно подумать, что вот это встреча рек. Нет, встреча рек вот там. Вот такая красота здесь. И солнышко, кстати, вышло. Да, и не знаю, если видно, конечно, здесь, но разница в цвете рек здесь заметна, как граница. Подожди, не разница в цвете рек, Эдик. Это канал чистый, реки грязные. Да, потому что... Вултава... А, да, Эльба, Эльба, да. Ну да, если посмотреть, да, вот там видно. Что я подумала, что это просто здесь река уже грязная становится. Вот там, если посмотреть на Эльбу, она грязная какая, серая, коричневая вода. Вултава чуть почище, хотя Вултава ужасно грязная. Я не знаю, у нас в Праге есть пляжи, и люди там ходят, купаются на Вултаве. Ну, я себе не представляю купаться в Вултаве. Вообще в реках не люблю купаться. Да и в море не сильно люблю. Ну, не суть. В общем, видно, какая грязная на самом деле Эльба. Как красиво солнце отражается. Ну, не только Эльбой и Вултавой знаменит город Мелник. А еще тем, что здесь когда-то была ссылка для нелюбимых королев, для нелюбимых жен. Или вдов королев. Ну, не всем королевам нелюбимым здесь не нравилось. Ну, ладно, что я забегаю вперед. В общем, расскажем, как все это было. А было это очень давно. В древности, когда разводы были запрещены, чешские короли отправляли своих надоевших жен именно в Мелник. Но назвать ссылкой это место было очень сложно. Брошенные королевы, находясь в Мельнике, совсем не ограничивались в средствах. Более того, далеко не каждый король был принцем на белом коне. И чаще всего королевы мечтали быть отвергнутыми и отосланными в Мельник. Ведь издавна Мельник славился одной из лучших винодельней в Чехии. А в Мельницком замке устраивались самые пышные балы. Вот так и случилось, что именно Мельник много столетий находился полностью в руках женщин, с низка в славу самого праздничного королевского города. Ведь брошенные средневековые королевы кружились на балах под ритм Мельника, пили вино и не вспоминали ни о Праге, ни тем более о короле. Именно поэтому неофициальное название замка – замок королев или замок вдовствующих королев. Ведь в своеобразную почетную ссылку в замок Мельник не только монархи отправляли опустылевших жен, но также здесь доживали свой век и вдовы почивших монархов. Так, а нет, там написано, что открыто что-то. А, это ресторан открыт. В общем, Шато Мельник и здесь проходят дегустации местных вин. Ну, закрыто, блин. Ну, в общем-то, здесь и пишут. Леден Аунор 2024 заврено. То есть, ну, январь и февраль 2024 года закрыто. А на интернете об этом ничего не сказано, что было бы закрыто в январе и феврале. Ну, что ж. Значит, не попадем мы сегодня в Шато Мельник. Ну, да ладно. Городок и без Шато хорош. Вот, посмотрите, здесь есть ресторан, который называется У Рыцаря. Вот, У Ритичи. Даже, посмотрите, какие здесь маленькие рыцари стоят. Красиво, да? Но, ресторан номер один. И здесь подают суши. И вообще запах такой вьетнамской еды. Тут, ну, суши. А, ну да, суши, это, конечно, не вьетнамская еда. Но вьетнамская кухня здесь написана. Это и о чем? О том, что в Чехии огромное количество вьетнамцев живет. Просто невероятно много. И вот опять. Винер на колонну. Да. И вот опять очередная чинская рестаурация. То есть китайский ресторан. Ну, конечно же, это будет вьетнамская кухня опять. Вот там внутри. Но, благодаря тому, что здесь огромное количество вьетнамцев в Чехии, в Праге очень много, здесь очень вкусная азиатская кухня. Как по мне, в Чехии одна из лучших. Вот. И уже даже кафе у рыцаря превратилось в суши-бар. Ну, не в суши-бар. Ну, что там, конечно, и суши подают. Но пахло там супом фо возле него. Ну, это еще не отдали вьетнамцам на растерзание. Азиатская кухня. Азиатская кухня. Азиатская кухня. Вот в центре города дом называется у золотого винограда, у золотого Грозного. И здесь пишут, что дом у золотого винограда был в девятнадцатом веке центром культуры и жизни местной. Ну, местной... О, господи, снимай. Вот. Здесь пишут, что дом у золотого винограда был в девятнадцатом веке центром культурной жизни. Ну, а сейчас здесь... Шиша лаунж. Вот теперь культурная жизнь куда переместилась. С другой стороны дома у золотого винограда, у золотого Грозного, вот, торговый центр. Такой торговый центр, такое впечатление, что он с восьмидесятых годов здесь себя прекрасно чувствует. Вот. Ну, это как бы видно, что, конечно, городок... Не знаю, если бы я хотела здесь жить. Ну, когда-то королевам здесь нравилось. Тогда, наверное, здесь было немножечко веселее. Шиша лаунж тогда, конечно, не было, но... Вот, еще здесь винотеки вокруг. Потому что, да, местное вино, вино Людмила, это настоящий сувенир. Можно его привозить отсюда смело. Людмилам. Да и не только Людмилам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В общем, приезжать сюда надо однозначно не в январе, не в феврале 2020 года. Как сделали мы. А, наверное, все-таки, начинаючи от марта и заканчиваючи декабрем. Потому что закрыт дворец, замок закрыт. А смотреть здесь, ну, красивый городок. Красивая история. Ну, во времена изгнания королев нелюбимых и вдов здесь, наверное, было веселее. Сейчас такое периферия, безлюдно. Красивое, конечно, слияние двух рек. Ну, приезжайте сюда лучше, конечно, в другое время года. Но здесь, рядом с городом Мельник, находится очень важное для Чехии место. Очень интересная история. Ну, как история, легенда, скорее всего. Но мы сейчас туда поедем. Собственно, что еще здесь? Ну, и Прага здесь еще рядом. А так, нет, Мельник, конечно, нужно обязательно посетить. Когда открыт замок, при замке очень вкусная кондитерская. Мы там уже были однажды. Кстати, о местном вине. Я вот рассказываю, рассказываю, а главное, забыла рассказать. Местное вино называется Людмила. Оно считается очень топовым. Ну, в общем, кто приезжает в Мельник, обязательно попробуйте купить здесь местное вино Людмила. Но почему оно называется Людмила? А потому что именно здесь, в Мельнике, когда-то родилась святая Людмила. Кто такая святая Людмила? А она тетя, вроде бы тетя или бабушка. Везде пишут по-разному. Ну, в любом случае, она воспитательница святого Вацлава, очень важного персонажа для Чехии. И еще, это первая славянка, которая была причислена к лику святых. И родилась она вот здесь, в этом городе, в городе Мельник. И на ее честь названо вино Людмила. Это, кстати, очень хороший сувенир для всех Людмил. И не только Людмила, это действительно уникальное вино, потому что его очень мало производится. Делает его только здесь. Ну, и все-таки связано оно с великой святой. Кто такой святой Вацлав, я думаю, объяснять не надо. Его памятник, наконец, стоит на Вацлавской площади в Праге. Ну, вот его бабушка, тетя. Она вообще святая Людмила, она как бы покровительница всех матерей и бабушек, ко всему прочему. Ну, и вот, вот, она тесно связана, не просто тесно связана с этим городом, именно в этом городе она родилась. Вот так. Так что, кто будет здесь, вино Людмила, обязательно ищите. Мы, правда, его не нашли. Ну, если найдете, покупайте. И вот, видите, здесь написано Рип. Рип и что-то наподобие горы нарисовано, но это все очень-очень серьезно. Это не просто так. Это священная гора для Чехии. В хорошую погоду она отсюда видна, должна быть сейчас она там в тумане. Мы сейчас к ней подъедем машиной, к горе Рип и расскажем, как все начиналось. Да, именно как все начиналось, потому что именно... Ну, ладно, я опять начинаю бежать по передбатька в ПЭКу. Начинаю рассказывать то, что хочу рассказать, когда мы подъедем к горе Рип. Ладно, сейчас мы выпьем кофе где-нибудь здесь. Кстати, когда мы были пару лет назад в Мельнике, мы в самом шато, в замке заходили в цукорарстве, в кондитерскую. Там были очень вкусные тортики. Ну, блин, закрыто, закрыто. Вот мы выехали из Мельника, а вокруг виноградники. Ну, сейчас, конечно, зима, они не зеленые, не видно, как бы серые-серые там сбоку. Но это все виноградники, здесь действительно очень много виноградников, здесь много вина производится в этом городке. Ну, а прежде чем заехать на гору Рип, ну, мы не будем заезжать на саму гору, но подъехать к горе Рип, мы поедем в еще одно очень интересное место, которое находится возле Мельника. Ну, а вот виноградники, вот они. Так что вот это место, этот городок действительно очень такой винодельческий. Ну, и все это принадлежит местному графу. Эдик говорит, что все не принадлежит графу. Уверяет меня. Ну, может и не принадлежит все графу, но вот, вокруг одни виноградники, действительно. Прямо у нас тут такая мини-шампань. Мы недавно были в замке, в Бирух. Видео есть на канале. И этот замок чемпион по тайнам. А сейчас мы приехали в замок, который самый настоящий чемпион по привидениям. То есть, здесь очень много привидений живет. А это значит, что встретить хотя бы одного из них у нас, наверное, получится. Самое главное привидение, которое живет в этом замке, это девушка, которая носит с собой в руках мужскую голову. Когда я их об этом услышал, первые слова были «ну и ухиларно». Ухиларно по-чешски значит «извращение». Короче, вот такое извращение. Ну, не знаю, если мы встретим девушку с головой. Может, девушку без головы даже нам удастся встретить. Но замок этот не самый известный в Чехии. Но от этого он и стал хуже. И не замком единым здесь славятся эти места. А вы посмотрите, какая красота. Какие здесь скалы. Вот уж поистине сказочное место. И еще этот замок знаменит тем, что здесь жили разбойники. Ну, конечно, кто еще может жить в таких местах? Порядочные люди его, наверное, обходили стороной. Вон он. Видите? Итак, давайте подойдем поближе к этому замку и расскажем. Вот прям заколдованный лес. Это можно назвать. И в заколдованном лесу стоит заколдованный замок. Я недавно прочитала, что в замке Кукурин, в который мы сейчас направляемся, вроде бы как часть этого замка отведена под отель. Хочу еще потом подробнее изучить этот вопрос. Если это так, я бы с огромным удовольствием здесь провела ночь. Ну, мне не никогда. Я когда ищу подобные места, мне никогда не предлагали этот замок. Кукурин в качестве отеля. Мы идем здесь. Так. Кукурин 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 Вот какая дорога ведет к замку. Красота какая. А какой чистый воздух. Скалы. Кстати, где-то здесь недалеко есть чертовые головы. Называются чертовые главы. Это несколько голов, которые высечены в таких скалах. Ну, как чертовые головы. Конечно, это рукотворное все. И не природа это создала, а человек в позапрошлом веке, вроде бы, еще. Вот. Ну, это тоже здесь находится. Довольно-таки туристическое место. Так. Ну, вот. Витайте на граде Кукурин. Добро пожаловать в замок Кукурин. Какие зеленые камни. Как красиво. Какие зеленые корни у этого дерева вот перед нами. Прикольно. Вот то, что я всегда говорю. Что Чехия... Да, здесь нет моря. Очень жаль, кстати. Вот. Но здесь столько интересных мест, что, наверное, все их трудно обойти даже. Не нужно долго думать, куда бы поехать, чтобы снять что-то интересное. Сел, поехал. Вот. Где-то, не знаю, 60 километров от Праги мы сейчас находимся. И тут вот сказочный лес, сказочный замок. И девушка с головой отца в руках. И не только она. Здесь столько всего. У-у-у. Вот так-то. Какой мох. Итак. Хотела сказать. Вон нам, видите, привидения идут. Вон две фигуры пошли. Ну, может, это и привидения. Не знаю. А замок вот впереди. Ну, история замка Кокорин. Конечно же, сказочная. Как иначе в этих местах. Но прежде, чем начать вам рассказывать историю этого замка, хочется заметить, что людей вокруг не было. Поэтому, если на видео вы заметите каких-то людей, кроме нас, знайте, это привидения. В самом центре царства леса и скал стоит проклятый замок. Его построили еще в 14 веке. И все бы хорошо, но из-за гусицких войн замку приходилось часто менять хозяев. И именно из-за этого ни в чем не повинный замок назвали проклятым. Дошло даже к тому, что император Фердинанд II отдал приказ разрушить несчастный замок. Но средневековая халатность по счастливому случаю встала на защиту Кокорина, императорский указ забыли исполнить, и замок уцелел. А потом о заброшенном в лесу замке забыли вовсе. Забытый всеми в лесу замок медленно приходил в упадок и очень быстро стал приютом для разбойников и прочего средневекового хулиганья. А к концу 19 века, когда замок практически превратился в живописные руины, его выкупил пражский бизнесмен Вацлав Шпачек. И когда он привел проклятый замок в божеский вид и решил заняться здесь туристическим бизнесом, начались мировые войны. По окончанию Второй мировой войны замок у владельцев опять отобрали разбойники, но только тогда это уже называлось перешел в собственность государства. И только в нынешнем веке потомкам пана Шпачека повезло вернуть себе Кокоржин. Надеюсь, замок предыдущие хозяева от Исты расколдовали и он уже не проклятый. Также замок Кокоржин, град Кокоржин работает с Дубна по Оржин, то есть с апреля по октябрь. И сейчас он, конечно, закрыт. Внутрь в замок обязательно нужно попасть. Я там ни разу не была, но каждый раз почему-то сюда приезжаю именно в не сезон. Но говорят, что внутри очень красивая мебель. Итак, сейчас он закрыт, но Дубен Ажин, то есть о господи, уже за апрель и октябрь он открыт. Тут написано про голедки граду Кокоржина, который был поставлен во другом столетии, четвертлетие 14-го столетия. То есть осмотр города, замка Кокоржин, который был построен во второй четверти 14-го века. Ну и там написано, как его можно, этот осмотр замка сделать. Так, ну мы внутрь, конечно, не пойдем, потому что там закрыто привидение. С привидениями мы еще не на такой короткой ноге, чтобы они нас пропустили. Вот. Поэтому мы просто посмотрим вокруг замка, да и времени особо нет сегодня. Нам еще к Гориорид надо ехать. Ну, если я точно узнаю, что здесь можно переночевать, а я уже прочла два раза, что можно, то есть надо узнать просто, где зарезервировать номер здесь, на каком сайте, потому что на Букинге мне его не находило. То есть я с удовольствием сюда съезжу. Конечно, как же в таком замке не жить привидением? Их здесь очень много и многих, я уверена, вы заметили на видео, но я расскажу только о двух. Первое привидение, в отличие от города Мельник, имеет прямое отношение к Мельнику. Это молодая девушка с головой отца в руках. Она бродит по замку и ищет того, кто убил ее отца Мельника. И если вы Мельника не убивали, то встречи с ней вам бояться нечего. Можете даже вообще на нее не обращать никакого внимания. Мельника нечего нижнего только посмотрите на вот эти ручки или как это правильно сказать случае с воротами их закрыто все ну я торжественно обещаю что с дубна господи с апреля по октябрь мы сюда обязательно вернемся и хочу еще здесь если это возможно провести ночь вы знаете что круто посмотрите какая красота а здесь только эдик я и буквально десяток привидений и все и все и внизу шумят машины так никого и смотрите там что-то горит дым но это же не туману да воняет горелым сжигают листья чертова знаю что они тут жгут хоть это по законам евросоюза запрещено делать но тут мне кажется на эти законы всем плевать кстати я не прочла что здесь написано так замок у кориен готическое место со времен первых люцембург у романтическое преобразование относится к началу двадцатого века культурная культурный памятник охраняется государством и вот повторяю повторюсь всего лишь выехать из праги ну конечно с машиной я не думаю что есть там можно добраться каким-то туристическим автобусом это не сильно раскрученный замок хотя я не знаю может летом и ездишь тут сюда вот выехал машиной из праги заехал в мельник и из мельника еще 20 минут может даже меньше мы ехали и оказываешься вот в такой средневековом чуде котором нет никого ну кроме тех кого я уже назвала а я даже не знаю конечно внутрь попасть хочется но вот сейчас с учетом того что мы здесь почти что одни тоже очень классно потому что я себе представляю когда этот замок открыт для туристов здесь какие толпы на этих самых туристов всякие китайцы не китайцы да ну блин хочется конечно внутрь все 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 честное слово я сама себе уже обещаю что я сюда приеду обязательно а второй призрак это мужчина который когда-то отправился в семейный склеп замка за костями звучит конечно правдоподобно кто из нас не ходит за костями в склеп и тем более куда за ними еще ходить если не в склеп вот мужчина и пошел за костями больше его живым никто не видел зато в виде призрака его видят очень часто возле замка мы его не встретили ни в виде призрака ни в каком другом виде девушка с головой батюшки тоже не показалось надеюсь девушка с головой мужчина с костями встретились и девушка потеряла голову и теперь они живут счастливо в каком-нибудь склепе в любви и согласии и никому не морочат голову а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а здесь, вот сейчас как я поверну направо камеру, я когда повернула направо голову, я сказала, вау, ух ты! И вот сейчас, смотрите, это прямо возле замка Кукурин. Ух ты! Вау! Как красиво! Правда? Вот эти скалы. И теперь высится такой замок, который перенаселен привидениями. Ах, вот оно чудо! Как красиво! Ну, а теперь мы отправимся к горе Риб. И расскажем вам еще одну историю. А вообще, вся наша экскурсия сегодняшняя, город Мельник, Кукурин, заняла, наверное, мы выехали из Праги. Мы выехали из Праги, пол первого где-то было. А сейчас... А сейчас 16.19. В общем, за такое короткое время столько можно всего интересного здесь увидеть. Ну, сейчас еще заедем на джип. И все. Поедем домой. В Прагу. А вот здесь на парковке еще всякие ресторанчики. Ну, они, само собой, закрыты. Вот буфет, господа. То есть, конечно, сейчас не сезон, а летом, думаю, здесь много людей. Так что вот так мы съездили. Покажем вам, а вы летом приезжайте. Кстати, парковка стоит 4 евро. Что, как бы, для здешних мест шкуродерство. Пришлось выйти из машины. Посмотрите, какая красота. Прям сказочное место. Испаряется замерзшее озеро. И что-то над ним, как испарение. Дым над водой. Вот. Вот как дым над водой выглядит. Вау. Это возле замка Кокорин. Поистине сказочные места. И вот такие домики здесь. В общем, пока мы ездили. Катались, любовались природой вокруг замка Кокорин. Успело стемнеть. И вот мы подъезжаем к священной горе, для чехов священной, горе Рип. Она не похожа на какую-то высоченную, огромную гору. Скорее на холм. Но она очень священна. И с ней связана очень важная легенда с этой горой. Для Чехии гора Рип значит очень много. Ведь не зря говорят, что мусульманин умека, то чеху Рип. А дело было вот как. Жили-были два брата, Чех и Лях. И вели свои народы они в поисках места для жизни. Подойдя к горе Рип, брат Чех поднялся на нее. И увидев с высоты прекрасные земли, произнес какую-то длинную средневековую речь, смысл которой сводился к тому, что жить мы будем здесь. Только давайте придумаем эту месту название. Народ долго не раздумывал и назвал землю Чехия. Имя Чеха на латинском почему-то звучало как Bohemus. Отсюда и пошло название Богемия. А вот слово Чех на старочешском обозначает человек. Кстати, брат Чеха Лех пошел на север. Ну, из чего абсолютно несложно понять, что он основал Польшу. Ну все, к самой горе въехать мы не можем. Да, собственно, и чего туда ехать? Пешком уже не хочется. Ну и поехали мы в Прагу уже. А в следующий раз, в следующий, не выходные, а в среду. 15-го, да? А не, в четверг, четверг, наверное. Уже запуталась в датах. Не суть. В следующий раз увидимся уже в аэропорту. На этом все. Едем домой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!